Вы смотрите Актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. Все мы ждём лето, радуемся теплу и цветению растений. Но у многих людей по статистике это примерно треть населения Земли. Именно в это время возникает аллергическая реакция. Как бороться с аллергией организма и какие есть современные методы лечения в арсенале медиков – тема нашего сегодняшнего разговора. В гости студии Дарья Лонгенова, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Дарья Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое аллергия? Какова природа её реакции? Простым языком. Просто, если сказать, то аллергия не зря переводится с латыни как «иной», «другой». То есть это реакция организма на обычные вещества, окружающие нас, но нарушенная реакция, изменённая реакция организма, то есть неправильная, сбой в иммунитете. Причём, насколько я понимаю, видов аллергии, или точнее аллергенов, которые вызываются, их многое множество, там и белки, и пыльца, в чём у них различие основное? На самом деле аллергенов не так много. Группа аллергенов – это, на самом деле, бытовые, то есть пыль, домашняя пыль причём, пыльцевые, пыльца растений, эпидермальные – это покров и клетки животных, и пищевые аллергены, лекарственные и химические вещества различной природы, но это не чистая аллергена, если будет время, я об этом расскажу. Хорошо, тогда давайте про аллергиков поговорим. Растёт ли их число вообще в мире, в том числе и среди детей, и у нас в республике в том числе? К сожалению, да. Причём рост в 21 веке был очень значительный, и не зря аллергию назвали чумой 21 века. Это заболевание продолжает расти, и треть земли уже точно страдает аллергией. Если интересно, по исследованиям, которые проводились у нас в республике, то от 29 до 40 процентов, в среднем 34 процента уже точно страдает. Это люди обследованные, то есть выявлена аллергия, 3-4 процента. Возраста чёткого аллергии нет, насколько я понимаю. Аллергия может проявиться с первого дня жизни и до конца лет жизни в любое время. А в чём причина её? Наследственность? До сих пор единственной причиной аллергии не названа. Может быть, поэтому и нет такого действенного метода лечения, который избавлял бы, да, вгноение ока от этого заболевания. Основное – это, конечно, генетическая предрасположенность. И которая проявится на фоне влияния очень многих факторов. Это вирусные инфекции, гормональные перестройки, стрессы, неправильное питание, образ жизни. То есть факторов, уже влияющих на проявление, на начало заболевания очень много. Мы с вами сегодня говорим о том, что треть населения Земли по подсчётам страдает аллергией. Я уверен, что многие даже не знают, что у них есть аллергия на те или иные, так скажем, компоненты. Чем опасно вот это незнание аллергенов? Наверное, самым опасным является лекарственная всё-таки непереносимость. Или крайнее проявление аллергии, такие как анафилактический шок, да, такие состояния. Ну, наверное, треть из этих двух третий населения, они просто не догадываются, что у них... То есть часть людей просто не догадывается, что у них есть аллергический фонд. Почему? То, что у них не было в родни ни у кого проявлений. То, что когда есть в семье аллергик, навряд ли пропускается мимо все эти симптомы, да, аллергии. То есть уже всегда люди задумываются. А вот когда в семье не было ни у кого проявлений заболевания, тогда да, очень часто путают с другими заболеваниями. Чаще всего, конечно, с простудными заболеваниями. Давайте тогда остановимся на вот крайней степени, анафилактический шок. Вы сказали, насколько быстро идёт развитие от, допустим, первых симптомов насморка уже вот до, так скажем, летальности? Наверное, мы не хотим напугать зрителей сейчас, да? Почему бы и нет? Нет. И нет такого пути вот насморка до анафилактического шока. Ну как идёт развитие? Совершенно другой механизм. Это мгновенная реакция. Анафилактический шок или анафилактические реакции могут быть от нескольких секунд до нескольких часов и суток. Поэтому я про анафилактические реакции. К сожалению, не всегда удаётся вообще предотвратить и предугадать эту реакцию. Особенно молниеносную форму, когда, наверное, никто не сможет ничего сделать. Но это так редко встречается, что об этом говорить, вот я почему и говорю, что пугать мы не будем, настолько редко встречается, что... Но предупредите, мне не стоит. Но помнить, да, об этом надо людям-аллергикам, обязательно. Давайте поговорим о пищевой аллергии. Какие продукты, вот топ-3, давайте, самые наиболее аллергенные, и что делать человеку с пищевой аллергией? Ну, опять же, мои слова сейчас могут быть как расценены, как призыв к действию, призыв к проявлению этой аллергии. У каждого человека своя пищевая аллергия. Нет такого универсального. Есть высокоаллергенные продукты или продукты гистамино-либераторы. Их очень много. Если я их назову, человек может их исключить из своей жизни, и тогда он не будет получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Я хочу сказать и подчеркнуть, что нет универсальной гипоаллергенной диеты, которую иногда мы, врачи, раздаем в виде памяток, да, со списком около 20 продуктов. У каждого человека своя гипоаллергенная диета. И поэтому я бы не хотела здесь называть эти продукты. Ну, то есть, всё вот это цикл... Они вообще известны. Я их называю вкусными продуктами. С выраженным вкусом они являются высокоаллергенными, да. Тогда давайте проговорим уже по лечению аллергии. Какие методы сегодня существуют? Можно ли полностью избавиться аллергии? Или медицина пока ещё не дошла до этого? Медицина далеко очень шагнула в этом направлении, но не все виды аллергии поддаются этому лечению, к сожалению, да. Существуют консервативные методы лечения и те методы, которые позволят вообще избежать в дальнейшем проявлений заболевания. В первую очередь, это снятие симптомов аллергии, это общеизвестные антигистаминные препараты. Они доступны. Только я бы просила всё-таки консультироваться с врачом. Потому что есть противопоказания, есть небольшие побочные эффекты, есть несовместимость с другими препаратами. Я бы очень всё-таки хотела, чтобы люди консультировались с врачом перед их применением. А терапия, которая позволяет избавиться на сегодняшний день от аллергии, это всё-таки аллергенспецифическая иммунотерапия, или как вакцинация можно назвать, когда вводится аллерген, виновный аллерген в очень маленьком количестве вначале, потом доза возрастает, происходит точно такой же эффект, как при вакцинации вырабатываются блокирующие тела, организм перестаёт реагировать на свой аллерген. Нет аллергена, нет антител к аллергенам, нет заболевания. И, конечно, геноинженерные методы лечения, они пришли к нам, имеется в виду в Россию, в Якутию, очень широко введение моноклональных антител. Ну, опять же, очень точечно, да, каждому человеку индивидуально подбирается и после консультации, обследования. Самое главное идти к врачу. Это главное. Тогда смотрите, в следующий сценарий, врач диагностирует аллергию на пыль. Какие места человеку с аллергией на пыль нужно избегать, и в каких местах появляться, так скажем, чаще? Сами себе ответили на этот вопрос. Отчасти. Пыль. Там, где пыль. А пыль у нас везде. Буквально стопроцентно избавиться от пыли невозможно. Некоторые пытаются это сделать с помощью дезинфицирующих средств, бытовой химии, огромного количества, да, отстерилизовать своё пространство вокруг себя. Это неправильно. Это, наоборот, создаёт, ну, во-первых, все вещества бытовой химии тоже являются токсичными или аллергичными, а невозможно жить... В стерильном мире. Да, невозможно. И поэтому безаллергенным пространством является единственное пространство. Это соляные пещеры, соляные комнаты. Ну, сколько вы в ней можете находиться сейчас? Вот вы будете сейчас, и будете без аллергенов находиться. То есть вы ходите за пределы комнаты или пещеры, там будут те же аллергены. Понятно, да? То есть абсолютно безаллергенного пространства не бывает. Нужно другой подход искать. Это вот я просто спрашиваю к тому, что многие аллергики, допустим, в порыве избавиться, уезжают куда-нибудь на море. Ну, правильно. Они отдыхают от аллергенов. Иммунитет тоже отдыхает, уменьшается количество антител. Они абсолютно правильно делают. И там они зарабатывают аллергию на другие вещи, ну, так скажем. Ну, да. Посмотрите свои, да? А если говорить про бытовую химию, вот с ее развитием у человека очень часто начала появляться аллергия на те или иные компоненты. Это тоже болезнь или как-то стоит сократить наличие химикантов? Вот то, с чего я начала. Химические вещества не совсем аллергены полные, да? Это не вещества белковой природы. Просто они прикрепляются, если просто сказать, в организме к белкам, к нашим белкам или к белкам, которые мы употребили в пищу, и становятся полноценным аллергеном. То есть, чем больше их будет поступать в организм, тем больше будет проявлений. Я всегда очень прошу своих пациентов до минимума свести бытовую химию. В крайнем случае, входя в свою квартиру, не должно быть запаха химического. Будь то душка, не знаю, сейчас модные духи для дома, да, или бытовая химия. Вот этого химического запаха не должно. Дарья Дмитриевна, в завершение, человек аллергик, как ему облегчить, вот я подчеркиваю, что диагностированным врачом, как ему облегчить свое состояние и о чем ему необходимо помнить? Если человек побывал у нас на приеме, то он абсолютно вооружен и знает, что нужно делать в экстренной ситуации, что нужно делать профилактически, какие лекарства принять, что он должен взять с собой при выезде на природу. То есть человек не просто погружается в это, да, и мы много рассказываем, он потом читает. Аллергики в основном знают, что надо делать. Чаще всего проблемы случаются с людьми, у которых впервые случилась аллергическая или какая-то такая внезапная реакция на природе, в зоопарке, впервые в жизни. Вот это, да, проблема. То есть с тобой постоянно лекарства различные не нужно носить? Ну, навряд ли все люди носят с собой аптечку. Ну, выезжая на природу, выезжая в тропическую страну или, ну, даже вообще в любой отпуск, аптечка всегда есть скорой помощи. Почему-то никто не забудет от отравления или от жидкого стула, да, лекарства. Никто же не забудет. Ну, положат или йод, или зеленку. Легопластырь всегда положат, да, люди в свою аптечку. Точно так же в аптечке должен быть антигистаминный препарат. Дарья Дмитриевна, мы в заключении. Мы с вами начали с темы лета, летнего сезона и сезона аллергий. Действительно ли маска помогает аллергикам от проникновения всяких пыль? А про какую маску вы говорите? Медицинская маска. Медицинская маска не спасает от воздействия аллергенов абсолютно по своему значению. У нее нет такой функции, чтобы через нее не проникали вещества, имеющие строение, видимо только под электронным микроскопом, представьте себе. То есть, если человек аллергик, особенно с аллергией на пульсо растений, он должен знать, что нужно, какая маска. Это респиратор. Дарья Дмитриевна, спасибо вам за столь содержательный разговор. Уверен, что благодаря вашей работе люди прислушаются к вам и каким-то, возможно, советам. Спасибо вам. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok